Ребята, всем привет! Редко выпускаю влоги, почему-то. Наверное, потому что я решила снимать их иногда не с одного дня, а типа с нескольких дней. Я замечаю, что в последнее время мне в комментариях часто пишут, что не хватает влогов Юли из дома, где она убирается, то, что нас очень мотивирует и всё такое. И я могу вас смотивировать. Позавчера я убиралась, мне кажется, до пяти утра. Просто кошмар. Всё потому, что я действительно стала реже убираться дома. И всё это из-за того, что я постоянно думаю, блин, я могу столько всего классного делать. Весь день там гулять с подругой, фотографироваться. И это намного полезнее для моей жизни, чем убираться, конечно же. Хотя убираться я тоже, вы знаете, люблю. Сегодня даже уже успела пропылесосить. Сейчас, кстати, поздний вечер. Я просто решила поснимать влог для вас, рассказать, поболтать. Вчера у меня была фотосессия. Я её не снимала на влог, к сожалению. Ну, потому что было очень ограниченное время. Нужно было скорее-скорее всё это сделать. И образы у меня были достаточно откровенные. Она сейчас необработанная. Я отправила Лене фотографу. Она сделает там ретушь классную. Ну, как бы тут особо нечего делать. Ну, типа, я идеально. Реально. Но есть у меня там фоточки такие прям пипец вообще, где я типа в белье. Я вообще в шоке просто. Не знаю, это просто Лена. Это вот у меня есть фотографы. Я, кстати, заметила, так угораю. Вчера, когда у меня была съёмка, и Лена фоткала меня. Она из Ульяновска, кстати. Это уже наша, по-моему, третья съёмка была. Причём так интересно мы познакомились. Сейчас коротко расскажу. Вы знаете, наверняка представляете, что мне как блогеру, популярному человечку, постоянно пишут в директе, типа, давайте поработаем вместе, давайте мы вас поснимаем, ещё что-то фотографируем. Ну, там, фотографы, конечно же, часто пишут. И им выгодно, там, я их отмечу, и мне выгодные фотки получу. То есть я, в принципе, люблю такое сотрудничество, да. Но раньше и в одно время я максимально отказывалась. Ну, да, здрасте. Что за остатки команды? Да, здрасте. Я вас буду в течение 30-30 минут. Да, хорошо. Хорошо. Короче, курьер звонил. В общем, человек говорила, а, ну, я не очень люблю с новыми людьми работать в плане... Люблю, конечно, потому что новые знакомства, это всегда хорошо. Новые люди тоже, как бы, это, ну, неплохо так. Но вот в плане фотографов у меня всегда такое, знаете, ну, вот опять надо объяснять то, что скидывайте мне все исходники. Я их сама обработаю, пришлю вам на ретушь. Ну, я просто, ну, я понимаю, что новые фотографы в моей жизни тоже очень важны и очень нужны. Поэтому, если вы фотограф, обязательно напишите мне в директ. Лучше в директ, на почту, ну, почта у меня чисто для работы. Лучше пишите в директ, в мой инстаграм. Сразу кидайте там, где можно работу посмотреть. Реально, я посмотрю, с удовольствием отвечу, если мне понравится. И сразу договоримся о съемке, это вообще не проблема. Так вот, и Лена как раз-таки мне написала, а я почти всем фотографам отказывала в один момент. Это было уже давно достаточно, ну, больше года назад. Отказывала всем. И тут что-то смотрю, короче, Лена написала, смотрю ее фотки. И мне так понравилось, знаете. Вот у Лены очень часто фотографии именно вот девушек такого женского красивого тела, там в белье, вот такое все. Но не пошло, а очень так эстетично, ну, красиво. И меня это зацепило, то, что вот именно вроде в белье или там еще что-то такое, но при этом не пошло. То есть мне это понравилось, меня это зацепило, потому что я, в принципе, не против каких-то таких классных, интересных фотосессий, учитывая, что мне нравится моя фигура, я не комплексую еще что-то. Но для меня всегда очень важно, чтобы все это было красиво, эстетично, не пошло. Ну, вы поняли, что я имею в виду. И мы с Леной в итоге договорились о съемке, и она меня фоткала в студии. Мы сразу подружились. Она в этот же день ко мне в гости пришла, потому что мы там фотки что-то перекидывали. В Макдональдс заезжали вместе. Ну, в общем, мы сразу нашли общий язык. И потом в следующий раз, когда она приезжала в Москву, мы тоже с ней гуляли. И у нас со Славой она тоже фоткала, уже не в студии, а в кафешке. Тоже очень классно пофоткались. Ну, я очень люблю ее работы. Мне нравится с ней работать, в принципе. И вот вчера у нас тоже была съемка. Очень красиво. Я просто, вот знаете, из-за того, что я редко фоткаюсь на фотик в последнее время, и с фотографами, в принципе. То есть меня постоянно фотографирует Карина на селфи. Ну, вот это вот то, что она держит, мне нажимает селфи, а я там стою, типа, позирую. Это, конечно, замечательно, то, что я себя вижу и все в этом духе. Но иногда хочется, чтобы фотограф пофоткал. Ну, короче, и я из-за этого так переживала, потому что мне постоянно казалось, что там что-то некрасивое получается, что я там некрасивая, потому что я не вижу, что получается. Я такая постоянно, покажи, а что там получается, покажи, покажи. И вот я просто пока сижу, и она меня фоткает, у меня постоянно ощущение, что у меня волосы не так лежат. Хотя, вчера на съемке был стилист, девочка тоже очень классная, она постоянно мне поправляла волосы, одежду, то есть это прям была такая классная съемка, мне очень понравилось. А в итоге потом, когда говорю, типа, Лена, покажи, что там вообще получается, она показывает, и там просто пух, я вообще в шоке. Вчера еще у меня был очень сильный макияж, такой прям темные глаза, такие прям вот в тенях, все то, что я просто терпеть не могу. Раньше у меня часто были яркие макияжи, реально, а сейчас я, видимо, настолько от этого отвыкла, отошла, потому что я ресниц меньше наращиваю и крашу всегда, ну, как бы, как по мне, так достаточно натурально, да. Ну, я имею в виду тени, я вообще в повседневной жизни не использую вообще, и мне было так непривычно и так странно, я думала, что я такая страшная, типа, с этими тенями, такая старая. Это вот в жизни от непривычки, ну, вот сторис я снимала, мне казалось, что вообще не мою, ну, вообще. А на фотках смотрю и думаю, я просто вчера обалдела реально, когда смотрела, потому что это настолько красиво. И ничего, я не выгляжу там какой-то старой, наоборот, очень клево. Так что по фоткам вы поняли, по поводу фотографов пишите вообще с кайфом. Поработаем, а, кстати, сейчас мне привезут еду из эко-маркет. Ещё в сторис показывала вам, где работает мой папа, и у него, короче, свой автосервис. В основном они, типа, работают с BMW маркой машины, но также они, в принципе, чинят любую машину, что угодно могут сделать. И я даже прикреплю сюда серию сторис, чтобы вам было интересненько посмотреть. В общем, вот мой папа, кто вдруг не в курсе, редко его видит. Пап, рассказывай, где ты работаешь, что у тебя за бизнес, что тут по кайфу можно сделать. Сейчас мы будем вам всё показывать. Говори. Ну, мы здесь ремонтируем автомобили марки BMW в основном. Ну, также делаем другие марки. Делаем абсолютно всё. Там, от накачивания колёс, переборки моторов, покраски, всё, что угодно. Поэтому заправка кондиционеров. Шиномонтаж, всё. Я тоже, кстати, тут свою тачку уже чинила один раз и сейчас буду снова чинить. Так что всё тоже покажем. Итак. У нас, например, есть такой вот станочек. Он без съёма с автомобиля может проточить вам тормозные диски. Это когда на тормозах биение в руль происходит. Мы это делаем, это всё убираем. Вот здесь у нас чинится рулевая рейка на BMW X5 в кузове F15. Вот здесь у нас BMW X6 утопил мозги себе. Человек очень педантичный, любит машину свою, моет её постоянно. Можно увидеть по мотору, что он чистенький у него. И тем самым он утопил себе мозг. Мы его оживили, прописали ему новые мозги. Всё, завтра поедет. Нифига себе, круто. Это станок, вход-развал. Развал схождения, так называемый, чтобы ваша машинка ехала прямо. И, возможно, вы тоже обратитесь к моему папе. Это будет вообще кайф. Я внизу оставлю тоже ссылку на автосервис моего папы. А, и ещё хочу тоже здесь сказать, я скоро буду чинить свою тачку. У меня, кстати, Лексус. Кто-нибудь в курсе? Буду чинить машину тоже у папы. Он уже чинил мне машину один раз, когда мне её разбили. Сейчас вот тоже, вы помните, наверное, ещё до Нового года, по-моему, авария. Была, когда я ещё влог снимала, когда машина сзади, мужик уснул, въехал в одну тачку, другая тачка въехала в меня. И у меня сзади, короче, царапин. Я всё никак... Я всё никак её не отремонтирую, потому что мне постоянно была нужна машина, ещё что-то. Я такая, не могу, я с ней расстаться. В общем, когда я повезу свою тачку ремонтировать, я тоже сниму влог. Обязательно покажу, как чё, куды, туды, сюды. И также хочу здесь тоже сказать, что те, кто обратятся к моему папе по поводу ремонта машины, ну, даже не ремонт, они также красят машины. Когда вы приедете к моему папе чинить свою тачку, либо красить, ну, не знаю, что вам понадобится, вы просто можете сказать, что вы от меня. Это типа, знаете, по знакомству. Скажи, что ты от меня. Вот скажите, что вы от меня, и вам сделают скидку 5%. Ну, на всё, потому что, понятное дело, если, например, вам нужно поменять деталь какую-то, нужно купить деталь и заплатить за работу мастера, да, который будет устанавливать. Вот на всё будет скидка 5%, поэтому... Ну и просто снимите там сторис, отметите, будет приятно, что вы приехали к моему папе. И заодно с папой моим познакомитесь. Ну, короче. В общем, надеюсь, что вы воспользуетесь, хотя, вообще-то, надеюсь, что у вас всё хорошо с вашими машинами, но если вдруг кому-то что-то надо, то обязательно обращайтесь, ссылку оставлю внизу. Сегодня в моих планах не было снимать никакого влога, и что-то вообще какое-то интересное делать. Бедная собачка, даже погулять не может пойти из-за этого дождя. Постоянно на улице серая собачка, так хочется гулять. Так, ребят, мне пришла доставочка из эко-маркета, как раз-таки о чём я вам рассказывала сегодня, сидела весь день, выбирала продукты, думала, что же мне надо. Мясо моё, сейчас в сторис тоже покажу. Буду сейчас жарить его, тушить. Курочка-то моя, огурчики-то малосольные. Ой, у меня сегодня будет ужин. Взрыв мозга. Тут арбуз, так давно его не ела, пипец. Тут что, бакалея, ну, я не знаю пока что, там не помню уже, что брала. Овощи. Всё распаковала, чтобы красивую распаковочку снять для сторис, вам тоже покажу. Взяла мандарины. На самом деле, я когда заказывала, я не знала, сколько именно придёт, и не знаю, с косточками они или нет. Поэтому не стала много заказывать. Буквально один клик, так называемый, там сколько-то граммов. Только огурцы я два раза нажала, потому что огурцы, ну, блин, я каждый день салаты делаю. Помидорки тоже вот три пришли, ну, там, видимо, по граммам, я просто не сильно в этом разбираюсь. Киви взяли, эти абрикосы, хлебушек, очень мягкий, свеженький. Вот мои грудки куриные, сейчас я их положу в холодильник от Маруск. И буду из них делать классные эти отбиванушечки. Вот, а это моё мясо. Сейчас я его тоже буду урезать. Короче, как раз с кайфом использую два лука, даже, наверное, два с половиной, а другую половину на салат пущу. Вот такие у меня планы. Очень много бананов. Посмотрите. Мне кажется, он такой вкусный, должен быть прям пружинится вообще. Арбузик. Что ещё? Малинку взяла, манго. Давно вообще не ела, сюда обычно только на отдыхе ем, потому что в Москве как-то трудно найти вкусненький, поэтому очень хочется попробовать и вообще понять, вкусно это или нет. Ну, думаю, что вкусно. Мёд взяла, орешки. Вот это я даже не думала, что их будет так много, пипец. Ну, класс. А, ну, капсулы для кофемашины. Это вообще просто в дракмозг. Мы уже такие покупали, поэтому я, ну, бесстрашно и взяла. Сейчас можно их открыть. У нас тут вот такая вот штука с капсулами. Мы их уже пробовали, вкусные. Так у нас вот сколько осталось. А это, кстати, не капсулы, это очиститель. Нам нужно будет очищать. Тоже делать такую штуку. Вот так, сейчас. В принципе, у нас ещё нормально капсула осталась. Но всё равно это же кофе, который я пью каждый день, поэтому кайф. Вот такая вот красотища. Сейчас Слава выйдет. Я ему тоже все это покажу. Но больше всего ещё я рада с оленем. Я так рада, что они вот в таких вот баночках приехали. У меня тут капуста, огурчики малосольные. Вот сейчас, блин, будет просто офигенно. С мясом, с салатом, с сыром моим, чанахом, лавашом, хлебушком. Огонь. Итак, показываю, как я делаю это мясо. Говяжья вырезка. Я люблю очень тушить с луком. Мне прям безумно нравится. Просто сначала делаю вот такие вот кусочки. Понятно, что кусочки зависят от того, какое мясо вы возьмёте. Вот сейчас вот этот вырезка. Там, по-моему, 700, что ли, грамм. Но когда, если бывает, например, больше берёшь, то там и вот этот весь хвост жирнее, скажем так. Ну, жирнее в плане квадратики больше получаются вот такие. Вот. Но самое вкусное, это когда ты сразу такое мясо делаешь, а не замораживаешь там, чего-то ждёшь. Вообще, я люблю говядину. Кто не ест мясо, извините за такие видео. Ну, я, правда, очень люблю это мясо и вообще не представляю жизнь без мяса, если честно. Мне кажется, я его каждый день ем. Я и моя жизнь. Вот, кстати, мясо уже сушится, у меня уже жарится с лучочком. Уже сейчас буду подключать. Мужское джинсо, салатик порезала, сейчас всё заправлю. Кухню сразу прибрала. Всегда люблю так делать. Ну, как бы не всегда, конечно, получается, но вот когда я, например, делаю мясо, которое можно вот так вот оставить и просто иногда мешать, то кайф вообще. Можно сразу убираться. Ой, хлебушек так вкусно пахнет. Я сейчас тут стол протирала вообще. Ой, с ума сеть, я как бабка старая. Смотри, мужское и женское. Нюхаю хлебушек. Так, что мне нужно? Вот так выглядит наш холодильник. Это вот курочка. Сыр чанах мой любименький. Просто я тут как раз у тёти Карины брала недавно. Очень люблю. Тут лавашек мой. И что ещё из соленья я хочу? Соленья мои. Взять капусту или огурчики. Хочется огурчика. Поместили сюда этот арбуз. У нас там очень много пива стояло, которое Славе присылали. У него там была рекламная кампания, и ему ещё, помимо всего прочего, кучу пива прислали. Я его заставила убрать его отсюда наконец, потому что реально всё было в пиве. Вино попью, чё уж с таким прекрасным ужином. Так что сейчас всё накрою на стол, и мы будем кушать. Да, Вивочка? Да, моя рыбонька? Да, моя булочка сладкая? С дедушкой поболтала только что. Привет, ребята. Опять вот эти переходики с одного дня на другой, но привыкайте. Я думаю, вам нравится, потому что многим нравится. Короче, мы с Кариной. Привет. Моя подстриженная, нормальная подружка. Мы заехали в Макдональдс. И я очень рада, потому что Карина тоже будет кушать в Макдональдс. Я превращаюсь в Юлю. Да, я так счастлива. У меня как будто снормализовалось немножко моё отношение к еде, и я вот встала, сейчас уже 5, да, и я не завтракала, представляете, просто потому что... Молодец. Вот я просто понимаю, что я очень хочу сейчас есть, поэтому не вариант, что я не поем. И кайф. Капы надо только снять сюда. Сейчас офигеешь, как сложно я их снимаю. Нам сказали, приезжайте, мои хорошие, мы и так хотим вам сумочку подарить. Мы вообще такие подружки, мне кажется, счастливенькие. В общем, сейчас едем выбирать подарок от бренда, покажем, что за бренд, когда приедем, чтобы... Интрига, да. Вот, сейчас будем кушать. Видите, я взяла себе 6 наггетсов, картошку, соусы. Карина взяла себе гамбургер, картошку и у нас напитки. Копа-кола зеро у меня. У меня липтон зелёный всегда. Сольдом. Сейчас мне нужно сделать такой финт, развернуться. Ты хочешь постоять поесть? Я могу и на ходу есть. Ещё время зря тратить. Правда, я уже не развернусь. Так что, ребятки, сейчас развернусь, финт сделаю на дороге опасной и вернёмся к вам. В общем, ребят, я переодела вот эту футболочку от Майкл Корс, которую прислали. Нам нужно с Кариной сделать фоточки в этом, поддержать бренд. Вот, и мы с ней такие одинаковые две. В общем, мы с Кариной попоткались, я себе тут расковыряла болячку, очень уж она мне нравится. Сели покушать в картошку, в которой Карина уже была, и ей понравилось. Я заказала себе бургер, несмотря на то, что я сегодня уже кушала типа фастфуд, но это такой здоровый бургер, я думаю. Картошечка при. Кетчуп. В общем, мы зашли в гости в агентство, которое представляет все, ну, большинство классных крутых брендов. Они нам подарили с Кариной по сумочке, которые я вам покажу попозже. У нас с Кариной одинаковые, мы выбрали одинаковые, потому что, ну, нам понравилось, чего теперь уж. Вот. И еще мы частенько, бывает, для каких-то съемок берем у них разные вещички прикольные, типа в аренду. Вот. И я увидела там такую сумку, в которой я просто влюбилась. Гляньте. Это просто что-то с чем-то. Ее еще в магазинах нет, насколько я понимаю. Вот. И я взяла ее погонять. Ну, как, не то, что я просто с ней буду ходить гулять-гонять. В основном для фоток. Вот. И сейчас я ее тоже взяла, переложила туда все свои вещички, чтобы сфоткаться с ней, потому что она мне очень нравится. Очень классная. Сейчас мы покусим. И поедем куда-нибудь дальше. По домам, не знаю. Всем привет, ребята. Я уже не знаю, какой это день из-за этого влога. Я сижу, крашусь. Только вот села. Я сегодня встала. Точнее, я проснулась сегодня от того, что у меня очень сильно болела голова. Написала маме, у нее тоже сегодня болела голова. Поэтому я могу сделать вывод, что это из-за погоды. Ой. Вот крашусь у меня. Вот такая болячка. Обратите внимание. Я вчера ее затем-то разговаряла. А так могу сказать, что кожа моя реально стала намного лучше. Даже если вы что-то красненькое видите, это просто какие-то следочки, которые можно легко замазать. И никаких там, знаете, выпираний не будет. Ну, как бы так сказать. Вот. Настроение очень хорошее, потому что сегодня мы с Кариночкой, моя подружечка любимая, едем на маникюр. То, что нам уже очень давно надо. Но мы все никак не могли записаться в наш салон, в который мы сюда ходим. Потому что то у нас не получается, то места нет в салоне, ну, на то время, которое нам удобно. И вот, наконец-то, сегодня, в пятницу, в 6 часов, нас записали. Вчера я была в магазинчике, попала на какую-то супер-акцию. Что-то было минус 40% в Сифаре. В Атриум я заходила. Ну, я думаю, везде, наверное, так. Купила себе две вот такие штучки от Make Up For Ever. Так что, да, сейчас ко мне зайдет Карина, потому что, вообще, у нас сегодня в планах было сначала пойти в ресторан, попить вина, поболтать с подружкой. Но, в общем, не знаю, что у меня сегодня башка болит. Карина тоже сказала, да ну нафиг, пошли в другой день. И, в общем, у нас еще и маникюр появился в нашей жизни. Наконец-то у меня жутко отросли ногти. Не знаю, насколько хорошо вам видно, но я думаю, вы поняли. У Карины там, как всегда, половина ногтей отвалилась уже. Потому что с короткими, не знаю, вот у меня с короткими всегда очень быстро ногти отваливаются. И, не знаю, не люблю поэтому короткие. Буду делать длинные, только не знаю, какой цвет. Так волнуюсь, пипец. Хочу хороший сделать, какой-нибудь классный. Хотя вот этот меня никак не бесил, черный, вот с этим мрамором, прикольно. Так, в общем, была какая-то супер акция. Блин, думаю, нифига классно. Просто вот такая одна штучка стоит что-то типа около двух тысяч, по-моему. Ну, не дещо, скажем так. Особенно для человека, которому она постоянно нужна. И постоянно такое покупать не очень как бы выгодно. Потому что, ну, опять же таки, вы знаете, у меня там бывают на коже всякие проблемки. И я иногда бывает даже, что все лицо этим замазываю. Но это неправильно. То есть нужно точечно. Просто у меня еще была проблема в том, что у меня закончился вот такой тональный крем. Он легкий, и он как раз-таки его на все лицо нанес. А вот этот корректор точечно. А у меня он закончился, и мне приходилось не точечно, а все лицо корректором замазывать. Я думаю, что это очень нехорошо для кожи, потому что корректор более плотный. Ну, короче, я думаю, вы поняли. Сейчас вот что-то жарко, мне никак не могу косметоз прибить. Хочу рассказать вам историю. Вчера мы с Кариной были на мероприятии. Открывался тростниковый... Открывался салон тростникового загара. И нам там подарили вот такие вот классные штучки от Tom Ford. Я никогда... У меня никогда в жизни не было ничего от Tom Ford, честно говоря. Я в этом не секу, но все мои модные подружки такие... Вау, это же... Это же... Вообще, это такое масло! Брызгаешь, все блестит! И, типа, оно такое крутое, его фиг найдешь, фиг достанешь. Оно дорогое, вообще взрыв мозга. Все о нем мечтают. Я такая, что? Ну, давайте, прикольно! Ну, потому что, правда, я не пользуюсь обычно какими-то такими штуками, но это реально классная тема. Я в сторис в инстаграме показывала, как блестит. И думаю, что как раз для лета вообще офигенно. Для каких-то фотосессий побрызгал на себя. И реально очень классно блестит. Ну, и запах, в принципе, тоже приятный очень. Так вот, что я там говорила-то? Были мероприятия вчера. Мы приехали пораньше, чтобы посидеть, покушать, попить кофе. Это было на Арбате. Сидим, короче, в кофемании. И подходит, значит, девушка. Говорит, вот, я от телеканала Москва 24, девочки, я вас знаю. Можно мы возьмем у вас такое мини-интервью? Зададим вам пару вопросов по поводу того, что закрываются кальяны, что вышел вот этот вот закон, что все эти электронные сигареты, кальян, все приравнивают к сигаретам обычно, да, к табаку, туды-сюды. И типа все это будет запрещено даже там на верандах. Хотя нет, на верандах это не распространяется, если судить, потому что мы прочитали в интернете. Ну, так в общем. Я кальян не курю, мне вообще пофиг на кальян, потому что я, ну, ну, не любитель кальяна, мне не нравится. Сейчас чихну. Так вот, я не любитель кальяна, не курю его, но я считаю, что абсолютно неправильно закрывать кальяны, потому что от этого люди не перестанут курить кальян. И я могу понять, когда там не разрешают в обычных там, ну, в ресторане курить кальян. Даже там, ну, то есть я даже могу понять, что уберут там кальяны из тех ресторанов, где, как бы, раньше можно было покурить кальян в каких-то зонах, типа, знаете, там чихана, еще что-нибудь такое. Я могу, как бы, это еще понять, хотя я с этим тоже не согласна, потому что, когда люди приходят, ну, как бы, в ресторан покушать, если они любят покурить кальян, ну, почему нужно лишать их этой возможности? Я, конечно же, я не люблю запах кальяна, особенно я не люблю запах сигарет, да, но я же знаю, что там есть какие-то разделительные комнаты. Например, на первом этаже люди не курят кальян, на втором этаже, там, допустим, зал для курения кальяна еще, да. Ну, я думаю, вы знаете. Я, например, к этому хорошо отношусь, я считаю, что кайф, потому что, когда я прихожу в какой-то ресторан, например, я хочу, чтобы мне сказали, да, здесь у нас можно курить кальян, и я могу покурить, например, свой Айкос. И, ну, я люблю... Мне нравится, ну, типа, что уж говорить. Вот скажите, что вы... Я знаю, что вы все взрослые, уже адекватные, я считаю, что все это вредно, да, курить вредно, кальян вредно, но, черт возьми, если ты уже куришь, типа, что такого, что теперь надо из-за закона бросить курить? Ну, не знаю. Все равно все будут курить, просто закрывать кальян, это такой бред. И, в общем, задали вопрос. Задали мне вопрос, значит... Сейчас Карина зайдет. По поводу закрытия кальянах, что я думаю? Я говорю корреспонденту, что я думаю, что это неправильно, потому что, ну, как бы, люди, которые открывали кальянные, это их хлеб, это их бизнес. Капец, комета! Просто шок! Собачку не трогать. Нет! Нет, не трогай! Не трогай! Сейчас обоссится! Ну, на влог хочу, чтобы пописала. Ну, не надо! Я не буду вставлять, как она писает. Не надо! Ну, это некрасиво. Ну, почему? Мне, наверное, нравится, когда она писается. Не надо! Милочка, ты просто... Не трогай, пожалуйста! Вчера Надя заходила, она тоже описалась. Не Надя, в смысле. Рассказываю дальше. Нам с ним на складлики. И мне, короче, задали этот вопрос. Я говорю, что, ну, типа, я против, все-таки это бизнес-людей. Они, там, на это жизнь положили. Кто-то, да, там, что-то продал. Кредиты брали, чтобы открыть свои, там, кальяны, еще что-то. Ну, типа, это неправильно закрывать, я считаю. Потому что люди все равно будут курить. Ну, типа, я считаю, что это бредно. Ну, и вот. И что вы думаете? Я там кучу всего наговорила в этом мини-интервью, которое давала Москве 24. Говорю, курить вообще, в принципе, вредно. Но я там, да, тоже вот курю Айкос. И когда я прихожу в ресторан, там, какой-то на веранду или внутри, мне хочется, чтобы мне сказали, да, можно. И я от этого радуюсь. Потому что я могу сидеть, пить кофе, там, и в какой-то момент взять, использовать свою штучку для нагревания, да, вот так назовем. И мне кайф от этого. Либо я сижу вот в ресторане, пью вино, кушаю. Ну, вот, докажите, наверняка, вот, кто курит, тоже, вот, ему в кайф. Ну, я просто знаю, что. Хотя я не принуждаю и считаю, что все это, как бы, очень, ну, нехорошо, не здорово. Поэтому, ну, лучше не курить. Ну, если уж куришь, то, типа, понятно, прикольно, если есть, варит, покурите. Вот. И что вы думаете? Ну, и вот это все, говорю, что это все вредно. Ну, как бы, у меня вот так, да. Я выбираю рестораны, где мне, возможно, разрешат это сделать, чтобы мне с кайфом провести время. А потом говорю про бизнес, что нельзя закрывать, что это за бред такой. Ведь у людей это, ну, бизнес, туда-сюда, и люди не перестанут курить. И знаете, что они вставляют? Это просто вот, это чисто вот в этом все телеки. Вот почему я не люблю вот, как бы, вот эту вот всю фигню с телеками? Потому что они вырезают из контекста и оставляют только одно. И получается так, что я вот это вот все распинала, стояла, рассказывала, что это все очень вредно. Что бизнес, это очень, как бы, ну, некрасиво закрывать бизнесы такие. Ведь люди на это жизнь положили, да. И все равно будут курить карьяны. И они вставляют, где такая, ну, я люблю покурить, но я могу потерпеть. И я думаю, что? Ну, ладно, пофиг, знаете, вот реально пофигу. Ну, что вставили, то вставили. Просто у меня уже была один раз как-то такая история, то ли РЕН-ТВ я давала, то ли РЕН-ТВ. Я не помню, кому я давала интервью, это было года 4 назад. И у меня дома была мама. И там шла тема, короче, за то, что вот хорошо ли, что дети там начинают в интернет что-то снимать. Ведь они могут там всякое навыставлять, типа жести какое-то, еще что-то. И, типа, это должны родители контролировать, бла-бла-бла. И я, как бы, давала комментарии по этому поводу. Говорю то, что, ну, как бы, да, нужно обязательно следить за тем, что ты говоришь в интернете. Потому что интернет это такая фигня. Ты туда один раз что-то сказала, ты навсегда там останется. И в какой-то момент, ну, я не думала, что они это вставят, конечно же. Я к маме обращаюсь, типа, я же так сказала, да, надо же было вот это сказать, правильно я сказала? Ну, короче, это просто угары. Они это вставили, и закадровый голос был такой, типа, Даже самые популярные блогеры, да, ведь Юля Пушина обращается к своей маме за советом. Я так, вы зёпы. Что ты рассказываешь? Не знаю, помнишь ты или нет. Хочешь сидеть? Не знаю, помнишь ты или нет. У меня когда-то брали интервью НТВ, что ли, или что-то такое, приезжали ко мне домой. И там была тема по поводу детей, которые в интернете начинают рано снимать. Нужно ли им, ну, чтобы родители контролировали. И я говорю, и они, короче, выставили то, где я к маме за кадром обращалась. Типа, я же так сказала, да? Я думаю, ах вы, блин. И вот то, что сегодня я посмотрела, тоже нашла этот выпуск, то, что вот вчера... Плохо вставили? Ну, блин, я там распинаюсь, говорю, бизнес это так важно, нельзя закрывать. Бизнес, всё это вредно, курить вредно. А они вставляют. Ну, я люблю покурить, но могу и потерпеть. Я думаю, просто вообще пусто. Вы вот мне давайте интервью. Да не, всё равно прикольно. Маме скидываю, она такая, ну, да не, ладно, всё равно прикольно. Ну, я маме тоже расскажу, я там такое рассказала вообще, ну, ты свидетель тоже. Ну, да, я причём ещё во влоге с вами говорю, ну, у нас с Юлей одинаковые мнения, пусть она за меня скажет. Но мы любим покурить, а ну, потерпеть можем. Нет, если что, Карина ничего не курит просто. Мы просто обсуждали с Юлей минут 10, ты сказала об этом, типа, наше мнение перед тем, как давать интервью, потому что мы ели, и у нас не сразу взяли. Нет, это я не сказала, что мы, ну, я сказала, что к нам подошли, когда там мы вот кушали в кафе, а потом, ну, мы сказали, что мы сейчас кушаем, попозже, типа, подойдите, и окей. И мы это всё время обсуждали, наше мнение. Ну, ты знаешь, ты сказала уже своё мнение полное, да? Ну, да, да. То, что мы, типа, против того, чтобы, ну, людей лишали бизнеса и так далее, и такое вставить, это, конечно, странно, но, с другой стороны, я могу их понять, они вставляют разные мнения, им надо было, чтобы ты сказала то, то, что люди до тебя не говорили, например. Ну, да, например, то, что я люблю покурить, но могу потерпеть. Да не, пофиг, на самом деле, вот реально, мне не будет денег. Я же это говорила, ну, с... Я ещё, причём, вчера лежу такая ночью, ночью лежу такая, думаю, блин, вот зря, наверное, сказала, пусть лучше не это вставят, а вот где я говорю про бизнес, что, ну, как так, только это вставляют. Ну, ладно, пофиг, если бы мои подписчики не знали, то тогда было бы, как бы, не очень. А так, у меня все знают, я этого не скрываю, может, когда-нибудь закодируюсь. Видела в комментарии. Мечтаю увидеть, как Юля Куритайкос. А, да. Кстати, ну, это не реклама. Вчера такой красивый, как бы. Посмотрите на цвет. Если что, это не реклама, то ещё мало ли чего. Да. Реклама запрещена. Я бы, кстати, вообще с радостью, но запрещена. И вообще, там есть такая тема, что до 25 нельзя. Раньше можно было, раньше не так следили, я видела прям у молодых блогеров рекламу, всяких этих нагреваний. Да, я тоже много у кого видела. А сейчас строже стало. Я думала, блин, ну что такое? А я, причём, знаете, я долго ждала, что вот ко мне обратятся, и тогда я вам расскажу. А в итоге ничего не происходило, это как бы, пошли вы всё. Так, расскажу. Самое интересное. Так, тухлый шоколад, когда покупала? Очень тухлый, не знаю. Лива, иди сюда. Написала уже? Нет. Не трёгай её. Да, отстань, на сцепь, и пофиг. Нет, я вчера постельное бельё поменяла. У меня на ручку хоро-то. Бысинка. Ты уже испробовала это масло? У тебя же точно такое же? Угу. С такими же цветами блёсток. Очень круто. Для солнца приятно. Ммм. Давай, кстати, мне надо. Вива просто чудо маленькое. У меня есть хачапури вкуснее. Да? Ага. Сейчас докрашусь, можем перекусить. Тогда я не буду есть вторую шоколадку, чтобы хватило места на хачапурику. Вивочка. Я забрала паспорт. Визогран? Угу. Красивая фотография? Ну, да, нормально. Ну, такая. Средничком. А твой, получается, не закончился, но просто место заканчивается? Ну, там три странички осталось. Типа, знаешь, если одну визу туда налепить, то уже останется две для печати. Это пару поездок. И, насколько мне известно, там могут прикопаться. Типа, чё это вы летаете? У вас там всего страничка там свободная, и я поэтому подумала, что мне нужен второй паспорт. Ну, да, правильно. А мой в 21-м году закончится, но у меня там, ну, нормально, есть ещё странички. Я не так часто же как-то летаю. В 21-м, ну, в следующем году придётся делать. Ну, да. Кофе? Да. Ты делся кофе? Ну, здорово. Я так и знала. Я ещё пошла тебе, дверь открыла, я говорю, не буду её встречать, она сама знает, что тут где. Только странно, что ты до сих пор не запомнишь, на каком этаже я живу. И код. И код. У меня плохая память на цифры, на числа. Ну, не знаю, я просто боюсь всегда ошибиться и не туда позвонить, поэтому очень стрёмно, я всегда переспрашиваю. Блин, ты такая сладкая, я просто балдею. Я балдею с тебя. Блин, она самая красивая. Девочка. Да. Девочка. Бузинка. Кстати, я тебе не рассказала. Ладно, давайте. Всё, мы едем сегодня на Карине. Я так рада, потому что последние три или четыре дня мы на мне катались. Карина тачка там что-то делала с ней. Вот, поэтому едем на Манник. Надеюсь, что не опоздаем, потому что сегодня пятница. И по поводу записи нам написали, получается, вообще сегодня и даже не заранее. Мы вообще сегодня это не планировали, да. Вот, ну дай бог, дай бог, что всё получится и никто не будет писать гневный комментарий. Да ладно, мы если опоздаем, мы вам не скажем. И бывает такое, что ну реально, ну опаздываешь. И всё тут. Ну что поделать? Что, отменять? А смысл? А вдруг он сможет меня принять? Ну да, либо просто скажет, типа без дизайна. Ну как бы... Да, всегда можно найти вот выходы, а вы что-то там, блин, фигню какую-то несёте. Типа мы не уважаем. Сами что ли ни разу не опаздывали? Мы стараемся не опаздывать. Если мы два раза подряд там, не знаю, вам сказали, что мы куда-то опоздали, то не значит, что мы вечно опаздываем. Ой, тормози. Ох ты мой. Девочки. Я не виновата, Леонна виновата, этот Тойота. В общем, люблю ездить сама за рулём. Ладно, блин, то жарко, то холодно. Сейчас курточку сниму и будем кайфовать, болтать, слушать музычку и обсуждать будущие маникюры. Итак, ребята, мы уже были на маникюре. Я сделала себе вот такие красные ноготочки. Не знаю, насколько я довольна, потому что... А выматываешь, что ли, они? Да. А-а-а. Ну, нет, мне нравится. Мне нравится, просто я очень тяжело решалась и не понимала, что я хочу. Мне кажется, над нами так смеются все... Ну, я не знаю, смеются или нет, но я бы в душе смеялась. Девочки, которые приходят на маникюр, полчаса выбирают, типа, цвет, как будто это самое важное решение. Ну, а чё нет-то? Это же то, что на тебя, считай, каждый день. Ну да. И если тебя будет бесить, это зачем делать это? Поэтому хочется вдумать всё по красоте. Вот. Так что вот так. Сейчас мы заедем ко мне домой, кое-что заберём и поедем потом к Арине, закажем туда еды. Мы сегодня вообще планировали сначала в ресторан пойти, но потом у нас ноготочки появились. И чтобы как бы не идти в ресторан, потому что уже поздно и холодно на улице, не хочется нигде так вот сидеть. Хочется уже дома кайфовать. Плюс у нас куча рабочих моментов, которые нужно обсудить. Да. И кушать охота. Поэтому закажем вкусненькой еды к Карине на дом. А ты будешь согласна заказать из того ресторана, из которого я хочу? Да, конечно. Хинкали хачапури такой. Да, давай я хачапури. Там очень вкусный шашлык. Я проверю. Я тебе говорю, вот хачапури, который ты ела у меня сегодня дома, они оттуда. И это они на второй день. Да. В первый день, когда привозят, они ещё сочнее, вкуснее. И поэтому я буду, как всегда, я всегда заказываю себе шашлык. Шашлык из свиной шейки всегда заказываю. И это просто восхитительно. А что, у тебя огурцы и помидоры есть? Ну, я могу взять, нарежу. У меня есть вот такой салат, который я люблю. Посмотрим. У меня где-то три огурца дома. Ну, я возьму, у меня есть. Ну, короче, и бутилку вина свою тоже возьму. Ну, как бы работу надо обсудить. Да не, на самом деле, надо обсудить кучу всего. Да. Девочки, мы не врём вам. У нас много чего, что нам надо финализировать. Но обычно мы встречаемся и обсуждаем всё, кроме работы. Но просто потому, что мы подружки, нам интересно, нам всё обсуждать. Точно, точно. А тут мы прям решили, что будем финально некоторые моменты решать. Потому что уже всё горит. Уже пора в точку поставить некоторых вопросов. Потому что у нас есть уже всё. Нам уже нужно. Вот мы сейчас сидели в машине и решали, когда мы вам начнём это всё уже объявлять, рассказывать. У нас столько всего готово. Ребята, вы не представляете, какой огромный путь уже пройден. И, брат, с тобой приятно работать. Потому что много всякой фигни дурацкой, которую я не хочу делать, делает Карина. Я люблю это делать. Я бы не смогла отдать это кому-то, чтобы кто это делал. Да, если бы ты мне сказала, ну, блин, делай это, Юля, то ты вообще... Я бы сказала, окей. Но я не хочу это делать. Но если бы она сказала, я бы делала это. Ну, я не буду сейчас называть какие-то... Ну, там вот эти всякие публичные ферты, вот это вот всякие с юристами. Вот бумажки, документики. Этим всем Карина занимается. Вот. А чем вообще я занимаюсь, подожди-ка? В этом нет ничего такого, потому что, ну, я не могу просто, знаешь... У меня такой характер. Я не могу отдать это кому-то, даже тебе. Потому что я знаю, что я сделаю это лучше. Даже если скажу на, Юль, дело, я знаю, что... Да, ты сделаешь хорошо, но так, как сделаю я, не сделает никто. У меня такой характер, что я забирай белый. Я могу ничего из этого не делать. Ну, короче, всё круто, мы сработались. Пока не ругаемся, поэтому думаю, что всё будет только. Да нет, что там ругаться, блин. Тут у нас такие разногласия пошли. Но когда, опять же-таки, интрига, интрига, все так этого ждут, я вам клянусь. Ну, может, в этих влогах расскажем сегодняшних? Ты в своём месте? Завтра он выйдет, и все узнают? Вот ты завтра будешь выставлять? Да. Не рано это? После завтра не можешь? Вполне не могу. Да, но не сегодня. Все безумно этого ждут. Хотя они даже не понимают, что они этого безумно ждут. Но я вам клянусь. Вот вы точно, вы 100% тоже ждёте то, что мы скоро вам дадим. За деньги, конечно. Но, блин, вам очень понравится. И поверьте, это будет оправдано. 100% надо, 100% оправдано, 100% это сделает вас счастливыми на много-много времени. Да, красиво. Заедем ко мне, я что-нибудь потеплее на себя накину, потому что, блин, что-то очень прохладно. У меня даже руки холодные. Ну, нет, сейчас мне не холодно, но просто всё равно атмосфера очень холодная, я бы так сказала. В окно смотрю, мне прям холодно. Хотя дождя нет сейчас, но очень сырый и неприятный. И вообще, что за лето такое? В общем, приехали к Карине, заезжали в магазинчик, взяли и, ну, там, овощи. Овощи. Про остальное мы про молча. Лучка. Карина режет салатик. Я сейчас заказывала нам еду. Вот. Настроение логично. Делегирование обязанностей. Не, ну, я готова была порезать, просто Карина такая, давай, давай, я сама. Я всё делаю салатик, девочки. Отлично. Всех забираю работу. Знаешь, мне нравится приходить к тебе в гости, потому что у тебя в гостях, я чувствую себя в гостях, не-не-не, в гостях, но в хорошем смысле. Ну, типа, я тебе скажу, сделай мне кофе, подружка, любимая. Ты мне и у себя тоже так говоришь. Не, я салатик порезать, потому что, типа, ты у меня в гостях реально, а не я у тебя. Когда ты у себя, типа, была дома, ты резала. Ну да, просто Карина ко мне не так часто приходит, но вот когда она у меня на ночь оставалась, вот не так давно, я её кормили, курчик пожарил. А то иногда пишут, ну, когда я как раз к Карине прихожу, типа, Юль, может быть, ты Карину покормишь хоть раз? Ну, кормлю, просто почаще бы она приходила, я бы её и почаще кормила. А мне почаще зови. Да, надо звать? Да. Ладно. Ай. Я просто Карину всегда зову, когда Слава нет дома, чтобы мы вдвоём подружкам потусили. Сейчас ждём еду, надеюсь, скоро привезут, что-то, правда, не звонят. Чё не звонят? Ну, не всегда звонят мне. А как? Готовится заказ, пишет. Да? А ты через что заказываешь на интеграцию? Ну, через доставочный сайт такой. Не буду рекламировать. Чё, так много, что ли, сайтовые заказывать еду? Ну, нет, меня интересовало не через какой агрегатор, а через, типа, напрямую ресторан или, типа, через агрегатор. Вот это я хотела. Агрегатор. Ну, я не знаю, как я это слово называю? До полосек, наверное. Слушай, я напрямую вообще в ресторанах не заказываю, даже не помню, хоть раз в жизни заказывала. Наверное, только пиццу заказывала. Да, доминос какой-то. Да, кстати, давно не ела. Они нас несколько раз так жёстко обманули. Представляешь, заказали шоколадную лаву. Ты мне уже рассказывала. А они привезли не шоколадную лаву. И сказали, типа, ну, не было шоколадной лавы. Я думаю, офигенно. Это как, знаешь, я заказ сделаю, там, на 5 тысяч, например, шашлык, ещё что-то. А мне привезут, там, кучу огурцов просто на эту сумму. Ну, не было всего, что вы хотели, только огурцы у нас были. А они-то замену положили, да? Да, и причём не спросили. Не плачь, моя хорошая. Мне было тоже грустно. Я просто очень чувствительна, когда мою подружку обманывала. Да, и самое обидное, что мы это со Славой не любим, вот этот вот, там, десерт, который они положили. Ну, типа, зачем так делать? Чё нельзя, чё сложно его позвонить, ну, и сказать, вот, типа, этого нет, будете вот это? Мы бы сказали, нет. Либо вообще зачем мне привозить то, что я не заказывала? Я же за это деньги, получается, отдаю. Ну, вообще бред какой-то. Я была очень недовольна. У меня была похожая история с магазином продуктовым. Я заказала, короче. Закидываю себе всё в корзину, закидываю. Там не пишут, что, типа, нету просто. Да, да, да. Просто, кормила заказ, у меня снялись деньги. Приезжает доставка, в которой половины продуктов нет. Типа, деньги-то вернулись мне на счёт, но я бы не заказывала, если бы я знала, что там нет того, чего мне надо. Потому что я целенаправленно заказывала кучу молока себе, чтобы не переть его. Ну, да, да. Ну, на себе, типа, в пакетах. Там было, да, что-то, но, типа, я заказала это что-то для того, чтобы, ну, типа... Раз уж молоко заказываешь, грубо говоря, ну, понятно. Ну, да, это тупо. Надо думать об этом с сайтом. Думайте об этом. В общем, у нас будет офигенский ужин. Скорее бы он приехал. Я очень голодна. Я сегодня съела одну хачапурку дома. Гоню полторы. А, да, полторы. Вот. Ну, я, кстати, тоже. Я просто помимо этого ещё съела дома. Чё я съела? Кашу. С нутеной там. Ну, кашу. Кстати, всё хотела вам рассказать про сериалы, которые мы со Славой посмотрели. Карине тоже рекомендовала, но она пока до них не дошла и, возможно, не начнёт. Не знаю, но... Мы специально не смотрим сериалы, которые друг другу советуем. Карина, блин, посмотри. Нож, Ле, убери. Она мне постоянно... Она мне... Знаете, что самое тупое? Она мне раза три записывала в Телеграм вот эти кружочки на очень много минут, где она мне рассказывает сюжет этого сериала. Причём это было всё, ну, примерно за две недели. Вот три раза она мне рассказала. Один раз рассказывает. Она мне вживую один раз рассказала. Вживую рассказывает. Вот там, короче, такой сюжет завёрнутый. С ума сойдёшь. Там вот это всё происходит. И прикинь, это всё на один сезон растянули. Типа так интересно. Ты видишь, как ты запомнила? Да. Говорит, то, что там вот это происходит. Там ещё актёры. И всё вот это так классно. Сейчас все это смотрят. Смотри тоже. Мне так нравится. Вообще с ума схожу. Ну, тебе понравится, я же знаю. Всё мне, короче, рассказала вот это. Мы со Славой... А я просто... Суть в том, что я сама одна не смотрю сериалы. Мы всегда со Славой смотрим, потому что мы живём вместе, засыпаем вместе. И как бы перед сном что-то включаем всегда. И поэтому там есть... Но зато ты можешь всегда смотреть, что хочешь. Например, я не могу посмотреть какие-то сериалы, потому что их Слава смотрел. Не везёт. Вот. Но мы находим альтернативы какие-то, ищем другие сериалы. И, в общем, мы с ним посмотрели трейлер этого сериала. И нам как-то не очень сильно зашло. Вот в плане, чтобы прямо сейчас включить. Может быть, мы к нему придём, потому что у нас сейчас начался марафон сериалов. Мы обычно лежим ночью, ругаемся из-за фильмов, которые один хочет, другой не хочет. Мы 40 минут, 5 час ищем фильм. В итоге включаем какое-то говно, которое уже смотрели. Вот. И мы, короче, начали смотреть сериалы. Просто вот даже, знаете, вот сильно даже не думая, нравится. Нам не нравится. Просто я говорю, давай включаем, вот первые две серии смотрим. Зайдёт, смотрим. И вот как-то так мы уже посмотрели 4 сериала. Но они, правда, не очень долгие, длинные там. И так, в общем, про этот сериал «Бумажный дом», который Карина меня заставляет смотреть, нам не зашёл. Я такая Карине говорю, потому что что-то нам не зашло, не знаю, наверное... Трейлер. Трейлер, да. Не знаю, типа не очень хочу смотреть. Она такая, ну ладно, ну всё равно посмотри. Потом, буквально через, не знаю, неделю, она мне опять... Я ей говорю про сериалы, которые мы посмотрели. Говорю, вот, если что, можете понравиться. То есть я с ней делюсь и рассказываю. И она мне опять начинает записывать. Блин, вот, кстати, вот ты «Бумажный дом» не смотрела, да? Посмотри. И начинает мне опять рассказывать про этот сериал. Я включаю, я понимаю, что там опять про этот сериал. Она мне постоянно о нём говорит. Я просто беру, быстро перематываю все вот эти штуки. Ну а зачем мне это слушать? Я это уже слышала, но это издевательство надо мной. Ты мне уже опять... Она мне сюжет опять рассказывает. Все, кто смотрели «Бумажный дом» и считают, что это хороший сериал, в комментариях быстро уговариваем Юлю и Славу. Не хочу. А всё. Да ты же любишь такие сериалы, типа, с остроумным, крутым сюжетом. Я ощущения вдупляю, что ты его не хочешь посмотреть. Знаешь, что самое странное между нами с тобой? Вот я тебе говорила посмотреть сериал «Скорпион». Мне не понравился. Мне пипец понравилось. И вот ты мне, когда ты мне советуешь, ты будешь, посмотри вот это, я знаю, что есть парик, что мне не понравится, потому что то, что нравится мне, не всегда нравится тебе. И поэтому я опираюсь только на свои ощущения, хочу я сейчас включить это или нет. А не то, что ты говоришь, тебе точно понравится, потому что заумный я пипец. Ну, слушай, я же «Скорпион» посмотрела, я посмотрела где-то серии 10. То есть я реально в него начала вникать, потому что знала, что ты там очень его полюбила. То, что мне не понравилось, это просто... Может быть, я не люблю такой жанр, когда слишком фантастический. Ну, то есть не бывает такого в жизни. Там не фантастический. Почему? Там много... Там, знаешь, не то, что фантастический, просто слишком все хорошо в итоге, знаешь, под них как-то. Он бежит туда, а там уже есть что-то, что поможет ему разгадать то-то. И как бы, ну, типа, не знаю, но все равно же переживаешь. Нет, мне нравятся такие штуки. Ну, кто не смотрел «Скорпион», там, в общем, команда ребят постоянно решают какие-то проблемы в мире. Ты им уже рассказывала. Ну, зачем ты это рассказываешь? Ну, я коротко, коротко решаю проблемы в мире. Кто не смотрел? Постоянно там где-то что-то там, ну, правда, какие-то и мелкие проблемы, скажем так, решают. Но, грубо говоря, там даже про Чернобыль, по-моему, что-то было. Да, ну, в общем, интересно. Так вот, я не об этом. Сериалы, которые мы со Славой посмотрели и нам понравились. Во-первых, это сериал «Загрузка». Он классный, коротко скажу. Там о том, что люди после смерти могут загрузиться в интернетное пространство и жить там. Интересно, прикольно, чуть-чуть комедии. Следующий сериал «Авеню 5». Это комедия про космический лайнер, где люди отправились в путешествие в космос, типа, как, знаете, там, типа, как на Титанике. Ну, там все не так, как бы, печально. Это вообще комедия, и там очень много всяких таких тупых моментов, типа, они что-то перепутали, и теперь из-за этого нам, ну, им придется лететь 3 года, а не там 4 недели, как планировалось. Ну, в общем, там много приколов. Следующий сериал, который мы посмотрели со Славой, называется «В ночь». И там люди улетают на самолете в ночь от солнца, потому что солнце убивает людей и все человечество. Нам не очень он прям сильно зашел, хотя вот звучит вроде интересно, прикольно и волнительно, но нам не очень сильно зашло, потому что там было очень много каких-то растянутых, высосанных из пальца моментов. Вот. И вчера мы закончили смотреть сериал, который поистине, я прям грущу, что он закончился, но в сентябре выйдет третий сезон. Это «Звездный путь» Discovery. Discovery. Это, типа, отсылка к этим не «Звездным войнам», а к «Стартреку», поняли? Там вот эти вот интересные штучки. Ну, короче, посмотрите трейлер. Реально очень понравился сериал. Очень-очень-очень-очень. Я прям вот ждала-ждала. И, ну, реально рекомендую. Не хочу много говорить. Лучше посмотрите трейлеры. Реально очень легко посмотреть трейлеры. Буквально там 3 минуты они идут, чтобы я вам не рассказывала, потому что так классно, не расскажу и не скажу. Лучше увидеть. Просто рекомендую, потому что нам очень понравилось, очень интересно. И про любовь есть. Ну, мощный дом. Ну и вот. А сейчас мы со Славой вчера включили, посмотрели одну серию сериала «Защищает Джейкоба». Там, кстати, в главных ролях «Капитан Америка». Ну, короче, трейлер посмотрите тоже. Там о том, что, типа, у мальчика, у этого Джейкоба, в классе убили одноклассника. И все начинают думать, что это этот Джейкоб, короче, убил. А его отец как раз-таки занимается всякими судебными делами. Он начинает, типа, пытаться спасти своего сына. Но это об этом в трейлере. А в первой серии там как раз только происходит это убийство. Ну, в общем, такое, что, типа, детективное судебное расследование. Вот такая тематика. У меня есть еще в списке сериалы, которые мы будем дальше смотреть. Но если вдруг вы знаете какие-то классные сериалы, не пишите дневники вампиров, сплетницы. Я это уже все смотрела давным-давно. Ну, а что там еще можно смотреть? Волчонок вообще не боюсь. Начинала смотреть, мне не зашло. Еще знаю, что есть наследие, продолжение, типа, дневников вампира. Ну, это про этих... Нет, но, кстати, возможно, посмотрю. Но только если одна, потому что Слава вряд ли захочет это смотреть. Это про древних из дневников вампира. Вот. Что, Стюм? Это мы тоже не предлагайте. До фига всего ты смотрела. Просто предлагайте, что по кайфу. Бумажный дом предлагаете. Вот новые какие-нибудь предлагаете. Ну, короче, вот я с вами поделилась. Будьте челами, поделитесь со мной тоже. И что по кайфу смотрите вы. А мы ждем еду. А раньше у нас были влоги без этого. Хотя мы с тобой с самого... Ну, Слава, не надо. Не-не, я хотела сказать. Помнишь, нам твой дедушка разрешал на даче бутылочку шампанского? Ну, мы уж не такие маленькие. Ну, 16 лет. Ну, что? Под чутким руководством дедушки. Я всегда считаю, лучше тебе родители купят хорошее, дорогое шампанское, чем ты в подъезде какую-нибудь ягу будешь пить. Я не знаю. Я такое никогда не пила. Но просто я знаю, что... Вот поэтому, наверное, и не пила, что родители могли типа что-то такое дать. Сразу надо настраивать ребенка, что это отстой. Я очень... Ну, когда в семье никто не курит. Ну, да. В принципе... Но с другой стороны, знаешь, на улице кто-то там скажет, ну, попробуй. Ну, может попробовать. Что ты с этим сделаешь? Ну, с одной стороны, да, я ничего не знаю. Надо просто повлиять на то, что типа это просто очень вредно для здоровья. Ну, да. В общем, ребят, кушаем, кушаем, обсуждаем рабочие моменты по поводу... Сейчас друг друга пару минут. ...запуска всяких наших, по поводу всяких нюансов, тонкостей, которые мы не обсуждали до этого момента. И тут у нас такие разногласия пошли. Я и топлю заодно говорю, надо сделать так, потому что, ну, когда вот я будь человеком, который хочет вот это, например, приобрести, я хочу видеть вот это, а не вот здесь я хочу это. Ну, короче, как сказать. В общем, очень много у нас сейчас на одну тему разногласий. Мы это пытаемся решить. В один момент кто-то, кому-то... Мы не ссоримся. Мы не ссоримся, мы просто пытаемся переубедить друг друга, почему вот должно быть так, а не вот так. И пока что у нас ничья, мне кажется, потому что я пытаюсь переубедить Карину, она топит заодно, я говорю, что, ну, это же другое. Она говорит, да, но ведь это будет красиво, еще что-то. Ну, в общем, интересно. Я думаю, что нам нужен компромисс. Я не согласна с тобой, ты не согласна со мной. Поэтому нужно искать что-то, что обеих устроит, что-то на 50% от моего. Ну, ты предложила компромисс, но я все равно с ним как будто бы не согласна. Но, возможно, мне придется согласиться, но я все-таки считаю, что это не совсем... Короче, Карина говорит, типа, я хочу, чтобы было вот так. Я говорю, ну, вот так вот у нас уже, типа, есть в жизни нашей. Давай сделаем по-другому как-то. Не говори загадками, они ничего не понимают. Ну, потом поймут. В общем, сложно, но, возможно, разрешится этот спор. Ну, ну, ты понимаешь, пока. В общем, все, ребят, я уже дома ужасно. Что-то устала, как обычно, я каждый день устаю. Казалось бы, да, такая легкая блогерская жизнь. Я просто над этим стебусь, потому что она совсем нелегкая. Сегодня мне пришла посылочка Dr.Jart. Просто, вот это моя самая любимая линейка уходовая за кожей. Тут тоник, еще терка, крем. Вот эта вот штучка вообще просто топчик. Реально всем рекомендую. Такая, это типа как этот цинковая паста, только намного круче. Почитайте в интернете, вообще тема. В общем-то говоря, я с вами попрощаюсь, потому что я совсем забыла, что мне еще нужно монтировать влог. А еще зацените, какие джинсы классные я купила себе в Zara. Ну, может быть, не с этой штучкой, не знаю. И без этого ремня. Еще я поняла, что мне нужен еще один ремень, потому что я всегда с этим гоняю. Нужно найти какой-нибудь классный ремень. Ну, ремень это аксессуар по большей степени. Иногда, чтобы штаны не слезали, не спадали. Вот, просто нравятся вот эти джинсики. Я их еще не разносила. Они достаточно плотненько сидят. Кому интересно, 34 размер у меня. Вот, не знаю, что тут собирается, из-за чего это, не знаю. Ну, прикольные. Так что, короче, все. Я вас очень люблю. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я безумно устала. Все обсудили с Кариной. Все рабочие моменты и нерабочие. Забронировали студию на понедельник. Будем, в общем, делать контент, работать и снимать влоги также. Поэтому не пропадайте, смотрите, подписывайтесь на мой инстаграм. У меня там выходят сейчас просто офигенные фотографии со съемки, которая недавно у меня была. И в Белее тоже. Поэтому еще раз спасибо за просмотр. Будьте счастливы, здоровы и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok